Всех приветствую, с вами я, Веган Христолюб. У нас с вами сегодня такое видео, называется оно «Молитва нераскаянная и нерассеянная». Молитва нерассеянная, ну или более длинное название к ролику, это «Молитва без помыслов, от влечений, непрестанно молитесь». Поводом для видео явился вопрос ко мне, личном сообщении в Одноклассниках, человек мне пишет следующее сообщение. «Шалом! Хочу спросить, Дмитрий, ты поймешь, у тебя я не первый, знаю, кто вышел с фавилонских церквей, то есть протестантов я. Меня мучает один вопрос. Может покажется и глупостью, не берусь за это, что-то писать, как есть, так пишу. До конца непонятно. Там был научен, что когда молишься, мысли не должно быть никакие в голове левых, то есть суетных, но в принципе правильно. А сколько не борюсь, они лезут, вот слушал ролик «Грех – это наслаждение на чужих страданиях». Там момент был, когда ты говоришь, мозг постоянно как импульс работает, и от этого никуда не деться. Только отметать. Типа того. Вот и при молитве, правильно ли все это. Честно, никогда не соглашался, правда, про себя и думал, что невозможно. А вот перед Богом, а вот перед Богом как? Ты, человек, вижу Бог дал тебе дар открывать глаза. Может лестно, но не хочу так выглядеть. Но как написать по-другому? Подскажи, интересно твое мнение. Или в ролике, что писал, единично. Думаю, что не понял меня, я не всегда умею формулировать мысли. Немаловажно, правы или нет, что так научали. Это видео сегодня о нерассеянной молитве очень связано с предыдущим видео. Кто вдруг на него попадет, найдите его. Оно по списку, чисто в моих видео перед, конечно, стоит. Это «Помыслы». Называется оно, я вам сейчас скажу, это на картинка, значок для видео. А называется «Помыслы, грех или добродетель, откуда возникают и ответственность за них человека». Ну, название, может быть, я еще как-то чуть поменяю, но точно там будет слово «Помыслы». Вот с такой картинкой, значком для видео найдите. Посмотрите, они нераздельно связаны. Я в том видео ответил на вопросы, потому что в вопросе автора сообщения, письма ко мне, тут как бы два смысла, две идеи, две мысли, если хотите, два вопроса сразу. Первый, он сам сказал, что в принципе это не важно, в молитве или не в молитве, помыслы, они и так везде как импульс возникают, как сердце наше бьется и толкает кровь по телу. Точно так же и ум, который в сердце, ибо у нас умное сердце, помышление сердца исходит из человека. От них и в реальной жизни никуда не деться, а вот как быть в молитве. И поэтому вот этот ролик про помысл очень важен, очень связан. То есть я наполовину, я там ответил, я там рассказал о помыслах, и по сути наполовину ответил на вопрос автора сообщения ко мне, в том смысле, что прежде всего, что действительно помыслы, которые сами по себе всегда рождаются от нашего естества, от светлой стороны или от темной, они просто всегда рождаются. Это раз, от них никуда в принципе не деться. Но узкий случай, сегодня говорим, это когда я молюсь. И вот можно ли от них избавиться, и почему они лезут, когда я молюсь. Об этом я сегодня и хочу с вами вам поговорить, вам рассказать. Ну а ваше дело послушать, принять или не принять. Ну или, пожалуйста, можем подискутировать под роликом в комментариях, или даже лично по любой видеосвязи, какую вам удобно. По поводу молитвы теперь. Я не зря все-таки... Очень связаны вещи, кто знает, апостол Павел выражался, когда стихи особенно выдирают из контекста, непрестанно молитесь и так далее. Об этом я сегодня тоже скажу, поэтому даже в названии ролика это добавил, для поисковых систем, Ютуба, Гугла или других агрегаторов, чтобы люди находили это видео тоже, и познавая истину, обретали благо бытия, счастливую жизнь. По поводу молитвы. Первое. Почему тут взаимосвязано, я даже точно не знаю, сейчас размышляю я прям по ходу, не знаю, как правильно поставить свое видео, свою проповедь, свое слово. С чего начать? С конца или с передка, где этот передок или конец не совсем в голове у меня тоже умещается. Давайте буду говорить, как есть, по поводу молитвы, поэтому я ее так и назвал. Молитва-то не рассеянная, да? И непрестанно молитесь. Давайте насчет непрестанно молиться тогда с конца. Начнем по названию. И вернусь я прям к ответу на вопрос автора письма ко мне и сообщения, и вопроса. По поводу непрестанной молитвы. Возможно ли она? Да. При условии, если вы правильно понимаете, это выражение апостола Павла, и неважно даже, что апостол Павел имел в виду, да. Под непрестанной молитвой, в том плане, если Павел мог тоже заблуждаться, но если Павел имел в виду истину, о которой я сейчас вам скажу, то значит, что он был прав, и вы его должны правильно понимать. Ну, а если нет, поймите правильно истину, и тогда все у вас будет хорошо. Непрестанно молиться можно? Можно. Как? Вечно зубря Иисусова молитву? Нет. Вычитывая какие-то правила? Нет. Петь где-нибудь в монастырях неусыпаемую псалты? Нет. Просто жить святой жизнью, в Боге. Все. Тогда вы будете непрестанно молиться. Физически непрестанно молиться – это невозможно. Раз, и это никому не нужно. Два. Вы это понимаете, я надеюсь. У человека есть жизнь, есть бытовая жизнь, есть куча мыслей, куча сфер деятельности человека. Непрестанно молиться физически невозможно, в принципе. Нужно это кому-нибудь? Второй вопрос. Никому не нужно. Богу это нужно? Нет. Иисусу? Нет. Ангелам? Нет. Так называемых святых, святым всем усопших на небесах или в аду где-нибудь там есть? Нет. Никому это вообще не нужно. Твоя непрестанная молитва никому не нужна. Хоть тезисом берите к видео. Твоя непрестанная молитва не нужна никому от слова совсем. Абсолютно совсем. Это очень важно к себе уяснить. Она никому не нужна, кроме тебя. И тебе она нужна только при условии, что ты ее правильно понимаешь. Что это образный язык, символный язык, которым выразился апостол Павел, имея в виду, в принципе, святую жизнь в Боге, во Христе, в заповедях, в любви ко всему миру, тебя окружающим. Это и есть непрестанная молитва. Объясняю теперь. Это все философия, слова, и как вы знаете, как я люблю, как делал Иисус. Все показываю на реальных жизненных примерах, на реальных нас с вами, всех жизней окружающих. Я такой же, как вы, я всегда говорю, а вы такие же, как я. Все очень просто. У вас руки и ноги растут из тех же мест, и голова, как и у меня, у меня, как у вас. Это очень важно тоже понимать. Мы живем в пространственном временном измерении смерти, да, и у нас есть плотские родители, плотские дети, да, это тоже очень важно. Для чего Бог это дал? Для познания истины. Бог-отец, да, Бог-мать, да, Бог-родитель для нас, конечно. Бог нам друг, да, брат, да, ну, сестра, если хотите, да, жених, да, невеста, тоже, да. Для нас ребенок, да, даже по плоти был младенцем Иисусом. Мы можем заботиться о Боге? Ну, в принципе, да. Как Иисус сказал, сотворишь и ближнему, не сотворил. Ты, любя любого ребенка, любишь Бога. На этих простых примерах я вам сейчас, надеюсь, покажу и надеюсь, докажу, что непрестанная молитва никому не нужна. Этот мой тезис, я постараюсь показать реальный нашей с вами всеми жизнью. Скажите мне, пожалуйста, вот у вас, у меня вот нет детей в этой земной жизни, но я почему-то всем очень часто даю такие примеры родителей, отношения родителей к детям. Вот у вас есть дети, у кого есть, хорошо. Вот ваши дети, у кого-то уже взрослые дети, меня, в принципе, конечно, слушает аудитория старше 35, судя по аналитике Ютуба. Ну, вот у кого есть дети, пусть уже, пусть еще не взрослые, у кого взрослые, тем более, я думаю, должны все это на собственной шкуре познавать истину, да, очень легко. Вот вы счастливы, когда они, пусть далеко от вас, вы просто знаете, что у них все хорошо. Я отвечу за вас, рассчитывая на то, что вы адекватный человек, любвеобильный, познавший истину, конечно. Когда у вас своего ребенка, пусть он даже раз в неделю к вам приезжает, представляете, какое счастье, да, раз в неделю приезжает, вы зададите своему ребенку такой глупый вопрос, а ты сколько раз обо мне думал за эту неделю, а думал ли ты обо мне непрестанно? Вот какой идиот-родитель задаст такой вопрос своему ребенку? Какой идиот-родитель, матерь-отец, будет возмущаться тем, что его ребенок не непрестанно истинно о нем думал, представляете? Он думал о своей жене, он думал о своих детях, он думал о своем хозяйстве, он думал о своей работе, он думал о своих каких-то мыслях, о своих хобби, о своих радостях, просто смотрел телевизор, кино, какой-нибудь ролик и ни о чем не думал, как это говорится, просто получал удовольствие, представляете? Представляете, он не думал о вас, когда занимался сексом со своим мужем или женой, соответственно, жена и муж. Представьте, в этот момент муж и жена не думали о родителях. Они думали друг о друге. Вот какой идиот родитель будет предъявлять своим детям претензию, обличая в грехе, во зле, что он не непрестанно о нем думал. Слушайте, когда я всем говорю, мы когда в реальной жизни, мы вроде все не уж прям конченые идиоты. Я вот почему и говорю, и называю вот таких родителями идиотами. Как только касается философии, религии, Бога, чего-то невидимого, мы все становимся настолько, как Иисус говорил, не детьми, умными. Настолько умными, что тупизму нашему нет предела. Прочитали фразу апостола Павла, вырвали из контекста не то, что его там жизни, его всех других посланий, не то, что там учения Христа и жизни Христа, не то, что всеобщие истины, которые есть, любовь, свобода и вечная жизнь. И все, сделали заповедью и пытались ее достичь. Достичь ее не получается, страдают, думая, что они грешны. А раз грешным сделать нельзя, значит, я должен каким образом в Царство Небесное Иисуса Христа попасть? Ну, либо только по спасению, по вере, праведности Иисуса Христа, который меня одел. Да, я грешник, но он меня своей праведностью объел, и я туда попал. Волк в овечьей шкуре, да. Ну, либо ежевоскресными крогодилями слезами под полотенчиком у попика. Все, других вариантов нет. Ведь святость же недостижима. Быть святым невозможно. Никто не может непрестанно молиться. Ну, разве что апостол Павел. А Иисус непрестанно молился. Он, когда с кем-то общался, мы видим, что он непрестанно молится. Он ни с кем не общался. Он не ел, не пил, не спал. Он, когда с кем-то общался, умудрялся как-то непрестанно молиться. У него раздвоение личности было. Вы пробовали непрестанно молиться? Вы пробовали просто не непрестанно, а просто говорить с кем-то и молиться одновременно. Вы знаете, удивляет вот эта вот дурь человеческая, которая неприменима к жизни. Конечно, очень легко списать все на какие-то сказки. Да кто-то там, какой цветой отец достиг. Да это возможно. Я только не знаю. Я только передаю предание святых отцов. Православная, да, такая уловка очень хорошая. Которую они транслируют постоянно и изрыгают ублеотину на всех своих адептов. Нет. Иисус сказал, будьте совершенны, будьте святы. Сотворите и научите. Это принцип. Если ты взялся учить, взялся кому-то что-то говорить, ты сам сотвори сначала, соверши. Я непрестанно молюсь? Да. Я достиг этого? Да. Что это такое? Это жизнь в Боге. Естественно, мы сегодня будем с вами говорить, я буду говорить, вы будете слушать, о том, что человек, идя путем, деятельным путем познания жизни, истины, в оконцовке, вы знаете, должен достичь чего? Свободы. Он должен повзрослеть. Как человек взрослый, вырастает детеныш у своих родителей, обретая полноту физической зрелости, уходит из родительского дома и живет своей жизнью, ни от кого не завися. Точно так же происходит и в духовном мире. И Бог, в отличие от религиозников, не злится на этого ребенка, а радуется, что он вырос, что он самостоятельный, что он зрелый, что он стал как отец, как мать, как Бог. Вы боги и дети Всевышнего, все вы. И Бог радуется, как радуется родитель первому шагу своему ребенку, первому слову, потом великим достижением, возможно, даже большим, чем сделали их родители, который может прыгать выше, чем родители, писать стихи, которые не могут писать родители. Родители, которые любят своих детей, радуются их достижениям, их счастью, им ничего не нужно. Любовь, она бескорыстна. Она радуется тому, что кто-то счастлив, даже без него. Иисус нам жених, брат, друг. Слушайте, вы встретите своего друга через неделю, и он вам предъявит. Нет, ты обо мне думал целыми днями в течение недели, ты скажешь, нет, я тебе вчера вспомнил, сразу же позвонил, вот давай встретимся на выходных. Нет, у меня вся неделя была голова чем угодно забита. Слушайте, кто из них идиот? Конечно же, тот, кто спросил это. Мы живем реальной жизнью. Есть этот человек рядом с тобой, сейчас близко, это друг, у вас общий бизнес какой-то, вы там вместе решили по жизни пойти, вместе чем-то занимаетесь, там какой-нибудь бизнес у вас. Или работаете в одной организации, в одной компании, просто обычными работягами, служителями. Ну, вас что-то и связывает. Целыми днями не просто непрестанно мыслите друг от друга, вспоминаете. Вы живете, вы общаетесь, помогаете, может быть, разделяете горе и радости друг к другу. Потому что вы просто рядом, вы в одной там организации, в бригаде, как мужики, там строители работают. Все, вы просто вместе работаете, вы что-то общаетесь, вместе что-то смотрите, веселитесь и плачете. Вы просто вместе. Вы просто сегодня живете реальной жизнью. Если вы далеко друг от друга, ну да, хорошо, что вы хоть раз в неделю друг от друга вспомнили. Потому что вас с этими людьми ничего не связывает. Те же самые родители и дети. Да если бы родители и дети имели что-то общее, там, они, может, и не разлучались бы, жили бы там в соседних домах. Да, у вас порой такие родители или такие дети, что нам бежать друг от друга, хоть сломя голову. И с друзьями все то же самое. Так непрестанно эта молитва, она нужна кому-нибудь? Нет. А вообще молитва нужна Богу? Нет. Нужна она хоть кому-нибудь? Никому. Кому нужна молитва? Никому. Что это такое? Вы знаете, когда молитва, беседа с Богом, как все говорят. Слушайте, когда я, и вот я уже потихоньку подбираюсь, сейчас я уже все буду так еще вместе говорить. Вот автор ко мне письма этого вопроса. Он говорит, как бы вот я молюсь, фарисейским я добавлю так, молитвами, да, там, правилами или пусть своими. Вот я выбрал час, минуту, встал на колени, ну, или пусть он там сидит, сложил ручки или, может, не сложил, да. Но не суть важно. Принял он там позу, просто я бы мог сказать, ну, я этого не делал, что ты говоришь. Ну, неважно. Одни это делают, другие это я общими мыслями передаю, да. То есть это такой, это ритуал. Вот когда вы молитву превращаете в ритуал, в какой-то внешний, не внутреннее общение с Богом, в общем, не постоянное, как, заметьте, я уже оговариваюсь, на самом деле, потому что с Богом никто постоянно не общается. Каждый живет своей жизнью. Сейчас я об этом еще буду говорить, но я хочу уже на этот вопрос ответить. Если бы, вот опять, к жизни все это применили, если бы вот эти вот ритуал, ритуальную, религиозную молитву из своей жизни убрали бы, чему не учил Иисус. Даже когда давал молитву Отче наш, он что делал-то? Как мы детям что-то, как мы в первом классе что-то учим, но потом об этом забываем во втором или в третьем, проходя какие-то этапы, мы отсекаем, наоборот, многие вещи. Здесь то же самое, это лишь начало. Когда человек в 20 лет ковыряется в песочнице, как ребенок, это же глупость, это же идиотизм. Каждому возрасту свое время. Время разбрасывать камни, время собирать. Время рождения, детства, отрочества, юности, молодости, пожилости, или как там склонить правильно, старости, если хотите, престарелости, старости. Всему свое время. Слушайте, вот и человек мне задает вопрос, вот я молюсь, а ко мне лезут помыслы. Я вот хочу всем людям, опять, кто меня слушает, всегда на реальной жизни все показать. Слушайте, когда вот вы реально общаетесь с человеком, вот с каким-то, ну идете, даже встретили кого-то или дома, и вот ты реально, ты ему что-то задаешь вопрос, тебе он интересен, ты от него ждешь сейчас ответа, вот вам что-нибудь в голову влезет? Нет. Когда тебе что-то нужно, ты там, о, Вась, привет, слушай, дай мне это-то, и что-то, ты сейчас общаешься с ним, тебе ничего не интересует. Знаете, откуда вот это все? Я говорю, от бреда. Когда ты живешь реальной жизнью в Боге, когда Бог твой, родитель, друг, жених, все как по-библиски, как хотите, да? Мы с родителями как общаемся? Вы просто посмотрите на реальную жизнь, через которую Бог нас учит. Как мы общаемся с родителями, с детьми, с друзьями, с мужем и с женой? Ну, если жена мужу будет или муж жене подъявлять, а ты сегодня весь день обо мне думал на работе? Скажешь, нет, я весь день работал. Я вчера, живой вам прям, вот свежий пример, я стройкой занимаюсь, когда-то и зарабатывал этим, ну, сейчас для себя там в доме, да, всегда чем-то занимаюсь. Я вчера с третьего раза отрезал там одну штучку стартовую, там, окно заделывал. Надо было отмерить сто, семнадцать, по-моему, сантиметров с половиной. Я с третьего раза только отрезал. Как говорят, о чем думают, не знаю, где летаю, не знаю. Цел отрезал сто один и семь, мне нужен один кусок, а я меньше отрезаю. Когда размечаешь, фурлеткой, карандашиком ставишь, и не там ставлю. Вижу, смотрю в книгу, вижу фигу. Вот где я летал в это время? Если ты будешь на работе думать неизвестно о чем, о любимой, когда тебе надо там программы писать, у станка стоять, есть очень опасные производства, где надо быть особо сконцентрированным. Если водитель будет летать в облаках, когда он за рулем, сел за баранку, будь любезен, напрягись. От твоего вождения зависит жизнь твоя и твоих пассажиров и окружающих людей, которых ты можешь задавить животных и так далее. Есть профессии очень сконцентрированные. Да есть профессии, да и любая, я по сути просто думаю, когда что-то делаю. Есть профессии разработчиков, когда что-то делают. Да даже художник, который рисует, он концентрируется. Писатель, который пишет, он полностью погружается в то, что он делает. Если жена, дура или муж, идиот, предъявит жене вечером то, что она ему непрестанно, о нем непрестанно не думала вчера, ну о чем это речь? О чем можно говорить вообще? Вот когда, я говорю, если вы думаете, что Павел, может он и правда такой думал, тогда он тоже недалекий человек. Ну я сомневаюсь, я знаю, все послания апостола Павла, видя его жизнь. Естественно, это его был собирательный образ, он сказал о святой жизни другими просто словами. Почему я себе говорю, вполне могу сказать, что я достиг непрестанной молитвы, потому что я живу в Боге. Только не в этом, знаете, там, таком религиозном пафосе, там, мы к Богу обращаемся, только к нам, когда что-нибудь нужно. Ну вы знаете, да, мы живем такой жизнью. Да, я обращаюсь, когда мне что-то нужно, когда мне что-то плохо, но я благодарю, когда и хорошо. Иногда я могу попросить булавку найти, которую потерял, а она мне на глаза не попадает, инструмент какой-нибудь. Ну куда же дел-то? Ну вот важно для меня. Ну куда задевал-то? Господи, помоги. Да. Слушайте, а когда к нам сосед, он не каждую секунду обо мне думает, ну, говорит, там, Дим, поди, помоги, там, вот это, обратился ко мне раз в неделю. Да я иду и помогаю. Оказываю дело любви. И он мне поможет, когда я обращусь. Это не значит, что он должен по мне непрестанно думать. Потом непрестанно меня за все благодарить, за то, что я ему один раз два кирпича помог перенести. Ну что за бред? Почему, когда мы живем, я всем говорю, слушайте, когда вот до реальной жизни доходит, ну мы все вроде не идиоты, ну вроде нормально поступаем. Ну есть, конечно, люди и в реальной жизни тупят не по-детски. Но в основной массе мы все как бы все понимаем. Как только доходит вот до невидимых вещей, нашей философии и тупости нет предела. Вы попробуйте жить обычной жизнью, обычной нормальной человеческой жизни. Зная, что Бог вне вас и внутри вас всегда и постоянно, и так все обо вас знает. Как Иисус говорил, не будьте многословны. Бог наперед знает все ваши даже желания и помышления. Поел, скажи простое спасибо. Не надо вычитывать километровые правила, отче наш. И можно ничего не говорить. Это я так сказал в сердце. Это мысли достаточно. Вот и все. Это очень важно. Вот про эти непрестанные молитвы. Это все очень важно в жизни понять. Очень важно знать учение о совершенстве. Вот то, о чем я вам говорю, это есть. Кто-то просто, кто сейчас будет мне там противиться, я вам просто сразу, как я говорю, просто не доросли еще. Вы знаете, я когда тоже рос. Я всем говорю, я тоже учился, я тоже знаю, что это такое. Я проходил путь познания истины, полноты познания истины. Я читал у святых отцов, так называемых, удивлялся. Как это можно жить без Евангелия, без Писания, не читать Библию? Не потому, что я там богохульник или не хочу ее читать или противлюсь. Нет, потому что когда-то я ее любил, да, очень сильно, и без нее жить не мог. Теперь я спокойно, точно так же, счастливо живу и без нее. Вот и все. Всему свое время. Когда ты сам становишься, как Иисус сказал, источником воды, живой. Иисус по каким Библиям проповедовал? Да, его апостолы. Когда ты становишься живым словом, тебе все это не нужно. И это настоящее счастье. Да, было время, когда я учился, и Библия для меня была счастьем. Евангелие, да, его слышать и читать сутками. Для меня было счастьем питаться. Но это был детский возраст, как в детстве. Ты без конфеток не можешь или еще там без чего-то, без каруселей. Да, всему свое время. Но в 20 лет, да, когда ты вырастаешь, тебе уже нужны, у тебя другие интересы, соответствующие твоему возрасту. Вот и все, и другое счастье. Другое счастье в 30 лет, в 40 лет, в 50, в 60. То же самое и здесь. Когда ты достигаешь полноты познания истины, счастье обретается не в бумажках, а когда ты становишься истиной, источником воды, живой, Богом, вечностью, свободой и любовью. Вот тогда ты обретаешь полноту истины. Бумажки тебя не сделают счастливыми. Все эти молитвы, праведные, все вот эти вот религиозно-капечные вот эти в храмах, а они вас никогда не сделают счастливыми, никогда. И никого не сделают. Они просто никому не нужны. Никому абсолютно, от слова совсем. Я думаю, у многих, конечно, от моих слов переворачиваются мозги в голове. Как он такое говорит? Да, только когда вы сами в свое сердце заглянете поглубже, особенно если вас мои слова цепляют, вы поймете, что я говорю правду. Никому это не нужно. Вы себя заставляете с трудом с утра вычитывать эти молитвенные правила, там, православные, католические, протестантские. Вы себя ломаете через силу, вычитываете бредни перед причастием, так называемые, да, правила к причастию. Вы ломаете себя, ходя вот по воскресеньям, всю эту лабуду из года в год, все это переслушивая, да. Это никому не нужно. Вы чувствуете, что для вас Бог – это какой-то дядя, какой-то цербер, какой-то госслужащий там, в котором вы вот ходите на, как это называется, для галочки, на отметку. Вы не свободны, вы рабы. Раб не может быть счастливым априори, он раб, он несчастный. Он в страхах, он в фобиях живет. Это надо важно понять. Царство любви Иисуса Христа, небесное царство, в котором все мы грезим и когда-нибудь в нем окажемся, все святые, ну, а в оконцовке когда-нибудь и все, когда все станут святыми, это не царство. Там никому молиться не надо будет. Иисус будет среди нас, этот Бог-любовь, имеющий плоть, а по нутрянке будет в нас саму любовь, потому что Бог есть любовь, Иисус есть любовь. И мы любя, Он в нас пребывает, мы в нем, а по плоти все вокруг святые, Иисус Бог-любовь, в том числе по образу подобию которого мы созданы. Все, там не надо будет никому молиться. Никому. Не надо будет бегать к Иисусу за каждую сорванную плод, как и в раю, который будет доставлять наслаждение, бегать Иисусу спасибо говорить в раю. Не надо будет этого делать. Мы все будем счастливы, мы все любим и любимы. И мы все свободны. Это очень важно понять. Для собственного счастья, я всем все время говорю, пока вы вот этим живете, вы либо младенцы, я не знаю, во Христе, либо отроки, вы не достигли и потому несчастливы. И не можете сделать счастливым людей вокруг себя, потому что вы не знаете, что им сказать, потому что сами не познали. Это очень важно. Но достигаются все эти знания, я всегда буду говорить, святой жизнью, доброй жизнью. Никогда никому. Все вопросы, даже относительно молитвы, открываются не бумажками, не писаниями. Вы думаете, откуда я все это узнал? Только благодаря святой жизни. А это доброта. Это не ученость, это не богословие, не школы, не все эти семинарии. Нет. Это святая жизнь, то есть доброта, проявляемая к миру тебя окружающему, природе, животным и людям, ну и в том числе ангелам и бесам, пусть и невидимым. А любя все это, вы любите Бога, как Иисус и сказал. Через это открываются все тайны мира. Через свободу. В любой поступок, любые вот эти учения должны пропускать через эти три призмы. Любовь, свободу и вечную жизнь. Богу нужны ваши... Вы своих детей будьте заставлять каждый... Вот еще раз скажу, на фоне родителей, потому что очень часто Бога воспринимают как отца. Небесного. Почему-то не как друга. Да, не как жениха. Да. Ну, жених-то еще ладно. У нас слово жених уже сразу как мужик, как муж, как голова. Все. Да. Мы ниже, он выше. Нет. Иисус правильно сказал. Называю вас друзьями. Потому что открыл вам все. Вот друзья уже всегда символ равенства. В принципе, у всех людей практически. Какой друг будет другого друга заставлять непрестанно думать о себе? Ну, покажите мне такого человека. И предъявляйте ему потом за это. Не надо какой-то мне бред только из Ветхого Завета ворвать цитаты. Бог не человек. Бог человек. Мы по образу и подобию Бога сотворены. А мы вот, человеки. Этот Бог Иисус и Христос. Меня убеждает в том, что Иисус Бог, потому что я по образу и подобию Его сотворен. А я сотворен по образу и подобию Бога. Поэтому сомневаться, что Иисус Бог, нет ни грамма поводом. Вот так вот. Вот такое вот учение о непрестанной молитве, о рассеянности в молитве. Все это от того, что мы живем неестественной жизнью. Мы живем придуманной религиозной святостью, в кавычках. И точно такой же. Боимся, пугаемся. И живем, думая, что мы грешны порой. Не действительно за наши какие-то злые дела в отношении природы, животных, Бога. А вот за то, что мы согрешаем в каких-то религиозных обрядах, культовых обрядах. К сожалению, мы живем не так. Жить надо просто в любви ко всему миру, тебе окружающему. Все остальное не имеет никакого в жизни значения. Просто суета. Просто пустое. Я в этом ролике не ставлю цели. Не думайте меня закидывать в комментариях. А вот Иисус всю ночь молился. А вот Он тут молился. Все места Писания, кто знает, кто это такой, а с ней знаете, узнает начало моей жизни. Поэтому я вас заранее предуготовляю. Вопросы можно. Видите, отвечаю как раз на вопросы. Но не надо меня закидывать местами из Библии. Я Библию знаю дословно. Ветхий завет близко к тексту могу цитировать. Новый завет, в частности, Евангелие практически наизусть. Все места, которые у меня тыкаете, на них либо уже есть у меня ответы, либо, может быть, придет свое время, я их дам. Но, в принципе, кто знает, у меня зачитана вся Библия целиком с моими комментариями. Там я всего этого касаюсь. Я имею в виду, что у меня нет таких, может быть, прям вот. Потому что там я не пытаюсь назвать ролики как-то тематичные. Я просто пишу там, Евангелие Матфея, такая глава, такой стих. Там просто нет этих тонкостей. Но внутри при чтении я просто все это говорю. Поэтому я на все эти вопросы давал ответы плюс-минус. Так что вот так вот. Я же не говорю, что не надо молиться. Тоже важно понять из моего видео, что я же не об этом говорил. А не надо неправильно молиться. Правильно надо молиться? Правильно молитва – это жизнь. Это жизнь. И Бог живой. Если вы сейчас чем-то занимаетесь, я говорю, да, там, я не знаю, купайте своего ребенка малолетнего, думайте о нем. Я говорю, занимайтесь любовью со своим мужчиной или женщиной. Я говорю, там, не знаю, ухаживайте за родителем, готовите еду, строите что-то и думайте. Не все ваши мысли о Боге, представляете? Или во время строительства не все ваши мысли о жене, или о детях, или о родителях. Игорь Ильич, не говорит, что вы их не любите. Это же бред. Ну, бред. Ну, как до такого могло человечество докатиться? И сколько вот этой блевотины во всяких псевдо-христианских учениях? Ну, вот сколько им числа просто нету. Вот автор сообщения ко мне написал, правильно ли вы именно учили в протестанстерских языках? Конечно, неправильно. Все это чепуха. Чепуха и про то, что во время молитв... Вообще, что нужно этими молитвами молиться? Не этому учил Иисус. Он вообще, вы заметили из Евангелия, он не учил никого молиться. Ученики сами попросили его. Он не учил их молиться. Им попросили, ну, научи. Вы вдумайтесь в молитву Отче Наш. Великого Учителя ученики просят научить молиться. Он им дает православный молитвослов, которым можно убить вместо кирпича. Это только молитвослов. Без всяких служб, всех этих миней и так далее. Там один молитвослов чего стоит-то. Иисус им молитвослов дал. Он дал им учение, о котором и в разных фразах говорил, только как не говорил. И то, там, маленькая концентрация всей истины, так скажем. Вот и все. Один раз дал. Молитва Отче Наш. Вначале все нужно. Об этом тоже, конечно, говорил. Мы разные этапы проходим. Но надо не забывать. Надо сначала узнать, а потом не забывать о пути совершенства. О том, к чему мы признаны. И что к лицу ребенку в три года, то не к лицу взрослому тридцатилетнему человеку. И наоборот. Когда дети себя еще по молодости слишком кто-то там строят, мы смеемся, взрослые, над ними, когда они себя слишком там уже заумных взрослых строят. Вот это все то же самое. Всему свое время. Одно дело детям там что-то объяснять. И то. Детей она тоже не идет им воспитывать. Они все быстро понимают. Вот надо возраста тоже не упускать. Одно дело в три года ему объяснить, что это дядюшка на небесах. Ну, еще ладно, может прокатить. Но в 10 лет ему такую чепуху на уши вешать. Это уже грех самим родителям. Потом сами же всего этого пожнут. Когда дети вырастут идиотами. Это очень важно все понимать. Вот так вот. Поэтому. Что такое молитва? Нужны вот эти вот фарисейские, религиозные, обрядовые, культовые молитвы? Да, нет. Никому они не нужны. Вообще никому. Культами молились. Вообще не молился Иисус. Ему это даром не нужно было. Это очень важно понимать. Так что вот так вот. А уже что там во время них возникать будет? Когда вы будете живой жизнью быть, ничего во время них не возникает. Никакие суетные помыслы. Когда ты обращаешься по нужде, у тебя что случилось. Когда все происходит естественно, тогда все на свои места становится. Такой вот мой ответ. Надеюсь, меня как-то понимают. Потому что все это, ну к сожалению, я к чему говорю, что все это познают с опытом. Если вы не пойдете этим путем, пройти пути, знать пути пройти не одно и то же, как в матрице Морфеус Нео говорил. Это разные вещи. Иисус так и сказал тому, да, тоже мудрецу, законнику, богослову, который ответил ему на то, что в законе и пророках выше того, что любить Бога и ближнего к самому себя нет ничего. Ну, сказал, ты недалеко от Царства Небесного. Недалеко, значит, ты не в нем. Почти успеть на самолет, это никуда не успеть. Да, ты недалеко. Иди поступай так же, он ему сказал. Моя теория ничего не значит, только жизнь. Только жизнь. Святая жизнь приводит к этим познаниям, к свободе и ко всем этим вещам. Ко всем этим откровениям. А по ним опять жизнь, по этим откровениям. И всякое-то вас полностью освобождает и делает абсолютными счастливыми людьми. Ну, вот так вот у меня все. Обычно даже длинные ролики, 40 минут для меня, вы знаете, это так. С плеча сбросить. Да, ну, я даже не знаю уже, что еще наговорить. Все очень просто. Пока вы будете вот в этих культах, религиях, пока вы будете, если даже выйти из них, вот, автор написал, что он якобы вышел из этих вавилонских церквей. Ну, по плоти-то можно выйти. А всю ту блевотину, которую на вас зарыгали, уж простите, не обижайтесь за эти слова. Я всегда такие образы использую. Они, я сам хлебанул, если хотите. Потому что я говорю, я к себе эти слова применяю. Я практиковал, искренне практиковал, с открытым сердцем, три года православия. Три года у меня как за, у кого-то за всю жизнь. Потому что вы знаете, я человек несемейный. Да, всю жизнь я там посвятил. И поэтому мне три года, пятилетка за два дня, как говорят, да. Вот. И я тоже вкусил блевотины по полной программе. Я хоть говорю, что я там, тоже я и там хапал, когда питался этим, хочешь не хочешь. Питался, практиковал. Именно потом по этому прошу. Поэтому сам знаю, чего. Не хочу, чтобы другие эту блевотину ели. В ней вкусного, ничего. Рыгать будете сами дальше, чем видите. Все мы питались свинячьими рожками. Помните про блудного сына? Я, в общем, просто другими словами говорю те же самые речи, которые говорил Иисус. Причем прекрасно рассказал о блудном сыне. Опыт всех этих вавилонских церквей, как выразился автор сообщения, письма ко мне. Всех этих сект, действительно, вот эти вот свинячьи рожки, блевотины, которые все мы питаемся. Хотя в доме отца нашего полно угощений. Хлеба и всего вина, и всего навалом для радости жизни. Вот так вот. Так что вот так. Поэтому мне просто хочется. Хочется, как Иисус сказал, читая пророка Исаии на своей первой проповеди в синагоге, освободить пленных, измученных, отпустить на свободу и дать людям счастье. Вот и все. А счастье невозможно без рабства, без свободы и будучи в рабстве всем этим и по плоти, и по духу культом. Всем этим религиям, всем этим лживым мучением. Вот. Так что вот так вот. Придете вы в благо бытие, когда вы поймете, что Бог есть любовь. Он нас любит бескорыстно. То есть, знаешь, как мы познавать любовь, любим своих детей, родителей, друзей. Мы не страдаем от того, что, как и дети, я говорю, надеюсь, я про родителей говорю, ну, как родители, дети. Знаете, я своим родителям не звоню и не спрашиваю. Вы думали обо мне каждую секунду? Ну, я себя идиотом не считаю и не являюсь им. Да, я такую глупость никогда не сморожу. У меня даже в мыслях такой тупости нет. У каждого человека своя обычная бытовая жизнь. Мы любовь проявляем просто физическую, видимую к тем, кто у нас есть сейчас в реальной жизни. Нас просто на данный момент жизни окружает. Вот и все. Ну, о ком-то можем вспомнить. Ну, ты о родителях можешь вспомнить раз-два в день. Ну, что? Ты же не каждую секунду думаешь о друзьях каких-то. Можешь вспомнить о более близких. Я говорю, с кем есть связь с какими-то людьми, ты о них чаще вспоминаешь. С кем-то уже сто лет не видел, с какими-то там одноклассники, с какой-то работы первой твоей. В 16-20 лет, а тебе 50-60-100 лет. Что ты там вспомнишь? Ты должен о них думать непрестанно, постоянно. Нет. Бог требует к себе какого-то уникального отношения. Иисус сказал, сотворишь его ближнего, мне сотворил. Все. Любите весь мир вокруг вас. Этим вы любите Бога. Невидимого. Когда будем все в Царстве Небесном, в любви Иисуса Христа, мы и с Ним будем разделять все радости бытия. И вместе кушать, пить, веселиться, плавать, купаться. Все будет. Все такая жизнь будет. Вот и все. Вот такое вот мое к вам видео. Кому нравится мое видео, кто их считает полезными, разъедательными, отрадными, кто считает, что они несут людям познание истины и от того радость блага бытия, счастья жизни, ставьте лайки. Это помогает алгоритмам Ютуба их показывать другим кому-то. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пишите ваши комментарии. Я все читаю. Если задаете какие-то вопросы, и у меня есть вдохновение и желание, повеление сердца на них отвечать, я это делаю или в личке, или вот такими видеоформатами, как лежит на сердце. У меня на этом все. Всем желаю всего самого доброго в жизни. До встречи в следующих видео. Пока-пока.